Итак, уважаемые зрители, сейчас на очереди третий тур сегодняшнего дня. 10 плюс 5, такой временной контроль. Мы видим сейчас нашего выдающегося шахматиста Владимира Крамника, который приехал на этот турнир не один. Сейчас в перерыве мы видели кадры из семейной жизни Крамника. Сейчас рядом с ним его супруга Мария. И вот посмотрите на этого маленького парня. Его звать Вадим. Это сын Владимира Борисовича, который сейчас пожимает руку Гельфинду. Ну, два матерых шахматиста, два отца встречаются. И сейчас в перерыве мы видели, как Вадим подходил к своему папе. И был на сцене рядом с ним, смотрел на доску. А сейчас, как я понимаю, он занимается своим гаджетом, от которого нынешних детей, как вы понимаете, не оторвешь. Ну и вот там дальше, вот слева мама, мама Вадима, Мария, жена Владимира Крамника. Замечательная семья. Ну, у них двое детей и старшая семья, старшая дочь Дарья и вот сын Вадим. Его первое посещение публики, но он никак не хочет показать себя. Открой личико, Гельчитай. Ну, конечно, в присутствии семьи играть очень нелегко. Я это вам скажу на личном опыте. В принципе, когда идут на войну, то семью с собой не берут. Но здесь все-таки турнир у нас настолько теплая. А теплая атмосфера, такая дружеская обстановка. И многие шахматисты взяли с собой своих близких, родных и вот даже детей. Даже детей. Я думаю, что по ходу репортажа мы на Вадима все-таки посмотрим. Вот когда-нибудь развернется. Так, Женя Атаров тоже хочет его снять в лицо, но это не удается. Видите, что великий всемогущий гаджет сильнее всего остального. Ну, вот может быть, мама скажет сыну, мол, развернись, на тебя смотрят. Ну, дети непосредственные существа для них. Для них пока, у них пока свои приоритеты. Так, вот уходит. Вот посмотрите, вот Вадим Крамник. Прошу любить и жаловаться. Кстати говоря, у великого предшественника Крамника, у Каспарова, тоже сын Вадим. Удивительное совпадение, да? Так, а у нас на очереди третий тур. Давайте, если есть такая возможность, посмотрим турнирную таблицу. Как я понимаю, Накамура сейчас отрывается от всех со страшной силой. Потому что он выиграл уже две партии. Если мне память не изменяет. Ну, если у нас есть таблица, мы посмотрим. А пока мы... Ага, вот она. Так, сколько там у Накамуры? Так, странно. А, у Накамуры 12. И на полочка отстает непомнящий. Вот у нас лидеры. И 10,5 очков Анант. Я думаю, это троицы разыграют первые призы. Но совершенно очевидно, что их уже никто не догонит. Так что в каком-то порядке Накамура, непомнящий Анант, это, видимо, первая тройка. Ну, поболеем за наших. Для меня все-таки первичная русскоязычная аудитория. Так что болеем за Яна Непомнящего. Сейчас непомнящий играет с Анантом. Именно эту партию мы смотрим. Непомнящий Анант. Итак, да, шахматисты. Шахматисты друг друга приветствуют. И сейчас для Ананда отличный шанс. Если он обыгрывает прямого конкурента, он, собственно, как минимум в борьбе за второе место обретет серьезное преимущество. Так, это у нас Найдерф. Это у нас Найдерф. И мы сейчас посмотрим H3. Ну, вот любимый ход Ананда. И там сыграл H5. Вы знаете, электронная доска демонстрирует что-то другое. Вы знаете, перепутали организаторы здесь что-то с ПЖНК. Потому что на доске реально физически, вот на видеокартинке мы видим Сицилианку. А в электронике мы видим, как будто бы Анан с Непомнящим играют дебют рейте. Что-то тут не то и что-то тут не так. Ну, ладно, пока на видеокартинку посмотрим. Итак, в Сицилианской защите белые разменяли слона с G5 на F6. Выставили ферзь D3, 3-0. И вцепились в пункт D5 всеми конями, пешками и тяжелыми фигурами. Другое дело, что идеи Евгения Еленовича Свешникова живут и побеждают. Мы знаем, что владение пунктом D5 еще не означает реального игротского перевеса для белых. То есть черные могут игнорировать это господство белых над пунктом D5 и заниматься своими делами на флангах. Можно атаковать на ферзовом, как, например, сейчас, где там белый король. Можно и на королевском фланге иногда проводить G6, F5. Но в данном случае это, наверное, менее актуальный план для данной текущей картинки. Ну, у белых есть тоже кое-какие проблемы. Дело в том, что на поле D5 оно одно, а коней у них два. И вот два коня на одно поле, это иногда получается перебор. И черные иногда имеют возможность одного коня отогнать подальше. Например, поставить пешку на B4, чтобы второй конь через C3 на D5 не поскакал. А коня на D5 уже, собственно, механически разменять. Допустим, путем коня B6. Ладья B8 в кратчевое движение делает Ян непомнящий. Но, видимо, действительно идея у него продвигать пешки ферзового фланга. Где-то A5, B4. Меня смущает только одно, друзья мои. То, что черный король остается на E8, A3. Ну, такая понятная логичная профилактика. Черные стараются зафиксировать пешки белых на ферзовом фланге, чтобы они никуда не двигались. Ну, например, если сыграть A5, может быть, даже есть такой ход C3. Или даже B2, B4. Я вот видел в партиях последнего времени, когда белые, несмотря на то, что их король находится на B1, спокойненько ставили пешку на B4. Ну, лишая черных возможности продвигать свои пешки, лишая их пункта C5. Ну, в общем, такой авангард. Авангард и сюрреализм в шахматах современных. Ну, вот я еще хотел сказать, что на A5 есть ход C3. Но тогда конь с E2 как раз лишается перспектив, и он к полю D5 уже не имеет никакого отношения. Вот тогда черные как раз разменяют эту господствующую фигуру белых. Получат, на мой взгляд, неплохую игру. Но обратите внимание на циферблат. Уже минус 2 минуты у Яна. То есть, все-таки в дебюте Анант готов очень хорошо. Он эту позицию явно видит не первый раз. Ну, понятное дело, что у таких шахматистов, как Анант, Крамник, дебютная подготовка, но в некоторых направлениях чрезвычайно глубокая и широкая. И попасть под разработку – элементарное дело. Порой даже сам не подозреваешь, насколько велики возможности этих шахматистов. Иной раз готовишь им сюрприз, преподносишь. Вот на доске исполняешь что-то для тебя новое. А в это время великий соперник напротив немножечко посмотрит в потолок, вспомнит свои давние и давние анализы и скажет. «А, ну я знаю, я знаю это продолжение, это уже опровергнуто 5 лет назад». И быстренько исполнит за доской. Вот лично мне доводилось бывать в таких ситуациях. Это, я вас уверяю, очень неприятно. Ну и показывает то, насколько глубоко надо работать в реальности над шахматами, насколько важно все-таки идти впереди планеты всей и каким-то образом предвосхищать новые идеи соперников. Кстати, мы можем сейчас вывести все-таки эту доску на экран, но только там будут другие фамилии. Там будут Апарин Пелетье. У нас вот такая забавная картина, что под никами Апарин и Пелетье фактически работают Анант и Непомнящий. Так, разменялся на Д5. Разменялся на Д5 Ян и сыграл слон Е7. Но теперь у белых, в принципе, появляется шанс второго коня через С3 повести на Д5. Еще раз повторяю, друзья мои, наши зрители, не верьте глазам своим. Белыми играет не Апарин, а Анант. Черными играет не Пелетье, а Непомнящий. Но это случайный, видимо, технический сбой, не судите строго. Такое бывает. Дело в том, что у нас сейчас все происходит чрезвычайно быстро. Очень короткие перерывы, но просто не успела техника, как говорится, подстроиться. Мне кажется, что все-таки определенный перевес здесь должен быть на стороне белых. Во всяком случае, перспектива конь С3 и вторжение на Д5 довольно серьезная. Какой-то реальной атаки у черных я пока не вижу, но, может быть, видит Ян. Смотрите, он сейчас смотрит, как будто бы в небеса. На самом деле, он смотрит на демонстрационные доски. Да, конь С3 сыграл Анант и правильно сделал. Теперь ферз должен покинуть это поле Д5 и освободить законную площадку для коня. Ну вот в этом случае белые могут рассчитывать на перевес. Не знаю, может быть, Ян вообще сейчас хочет ходом Б4 вскрыть игру. Там, правда, еще под слон С4 подставляемся. Нет. В общем, я думаю, что Ян действует разумно, уводит пока короля из центра, пригодится воды напиться. На Ж4 можно сыграть А4, и королевский фланг не вскрывается. Вот. Ну, белые могут, допустим, сами поставить пешку на А4, потом слон Е2 как-то вскрывать королевский фланг и намечать матовую атаку. Но это вопрос темповой. Здесь нужно очень четко понимать и соотносить свои действия с действиями соперника. Ясно, что черные не будут стоять на месте и будут продвигать свою игру, связанную, например, с ходом Б5-Б4. Ну, вы знаете, очень интересное решение принял Ян Непомнящий. И по-своему оно оказалось логично и грамотно. Черные завершили развитие. Черные оставляют себе идеи атаки. Ну, ферзь Д2 все-таки вот в русле того, что я сказал в первую очередь. Конь идет на Д5. В случае Б4 это ладья на Б4 подвиснет. А, давайте посмотрим. Взяли-взяли. И если конь Д5, может быть, вообще самым наглым образом еще отъесть пешку на Е4. Там, правда, Эншпель может быть похуже, да? После конь Е7 и взяли на Д6. Короче говоря, взяли на Д6. Короче говоря, Ян делает все иначе. И наоборот, он поставил коня на Ф6. Да что ж такое-то? Так. Сейчас компьютер меня не слушается. Это, в общем, правильно по-своему. Так. Конь стоит на Ф6. Прикрыли поле Д5. Ну, честно говоря, мне кажется, немножко скучной позиции, если белый поставит коня на Д5 и произойдет размен этих лошадок. Я, честно говоря, всегда считал и считаю, что белопольный слон в таких структурах белых сильнее чернопольного слона черных. Просто потому, что у него гораздо больше перспектив. Причем на обоих флангах. И на королевском, и на ферзовом. Но на конь Д5, может быть, Ян-то заготовил какой-нибудь ход конь Е4. Жадный и неласковый. Ну да, там еще на Ф2 подвисает. Так что белым надо еще найти грамотное отступление ферзя. Так, чтобы эта пешка не терялась, тогда конь просто вернется на Ф6. Ну вот, таким образом может получиться, что конь Д5-то может быть даже и пока преждевременно. Но белым для этого нужно найти какой-то ход. А у черных, кстати, есть идея Б5-Б4 все-таки рвануть в какой-то момент. Можно сразу, можно чуть позже. Можно еще ферзя подвести и ладью на С8. То есть есть перспектива усиления. И недаром, недаром Анант призадумался всерьез. И от его трехминутного преимущества уже практически не остается следа. Я полагаю, что есть серьезные контршансы здесь у черных. И белым не так просто доказать перевес. Я одним глазком, одним глазком посмотрю, что там у Крамника с Гельфандом. Так, ну там идет такая борьба в центре. Нет, нет, мы продолжаем все-таки нашу сцелянскую битву Анант не помнишь. Ж4 сыграно. Ясно, что брать не надо. И Ян, вот вы видите, автоматика сама воспроизвела ходы. Б4, размен ладья Б4. Ну теперь у черных появилась конкретная цель. И это даже не столько пешка Е4, которую, кстати, Анант тем не менее защищает, а пешка Б2. Ну теперь, как говорится, сам Бог велел выдвинуться ферзем на Б6, ладьей на Б8 и пробить. Пробить вот всю эту хлипкую конструкцию. Вот вы знаете, что делать после ферзь Б6? Я не совсем понимаю. Б3, может быть вообще сразу есть удары, но там ферзь Б2. А если просто ладья Б8? И как вообще защищаться? Сейчас еще черные Д5 где-то прорвут, а еще слона с Е7 подключит к атаке. Сейчас похоже, что оборона белых может рассыпаться просто как хрупкая скорлупка, да? Но Ян призадумался. Не знаю, может быть ему хочется сразу Д5 прорваться, вот так заранее вывести на волю слона с Е7. Во всяком случае, я чувствую, есть у меня такое ощущение, что белые где-то неправильно сыграли. Вот эти ходы Ж4 и Ф3 на самом деле не создают серьезных угроз, а черные эти два темпа используют гораздо более эффективно. Я полагаю, что у черных появились прекрасные как минимум контршансы, а может быть даже и грозная инициатива. Белый король сейчас находится в чрезвычайно тревожном положении. Ну, Анант и известный шахматист такого интуитивного плана, он даже в чрезвычайно сложных, опасных, тяжелых позициях иногда играет удивительно быстро на глазок. Но так как глазок у него уникальный, гениальный, иногда ему удается в быстром темпе делать ходы по первой линии компьютера, то есть самые точные, самые выверенные, и как будто кажется, что он все сосчитал. А он ничего не сосчитал. Он многие варианты, в общем-то, не досчитывает, но просто чувствует, что там все должно срастаться. Это чувство, но его в магазине не купишь, это и есть природный дар, это и есть громадное мастерство, это и есть опыт сына ошибок и трудных. То, что непросто, непросто создать и воспитать. Итак, ферзь b6. Ферзь b6, ну, самый естественный ход, который... Да, и ладья b8. Ну, собственно, то, что мы с вами обсуждали, ладья b8, и вот теперь точно уже угрожает взятие на b3, многократное, потом d5, и с выходом черного слона, ну, белые будут просто избиты. Итак, ладья бьет b3, угрожает. Слон c4, не панацея ввиду ладья бьет c4. Как легко понять. А, кстати, посмотрите, у нас фамилии-то исправились. Анант, не помнящий, браво. Видите, у нас по ходу дела улучшается ситуация. Но вот это чернопольное решето у белых должно все-таки сказаться. Вы знаете, важнейшая партия в спортивном плане, важнейшая. То есть, если Яну удастся довести атаку свою до логического завершения, то он фактически отцепит Ананда в борьбе за первые призы. Ладья h2 сыграно. Ну, это очень понятный ход. Теперь в случае ладья b3, ферз b3, черные белые не обязаны будут уводить короля. Есть ход ферз b2, вынуждающий размены. Ясно, что размена здесь будет выгодна только белым. Так что ладья h2, такой вкратчивый защитительный ход. И удивительным образом ход g2, g4 за белых оказался полезен в защите. Знаете, когда играют g4, нападают на вражеского короля, это, как правило, решает задачи атаки. Но вот, как оказалось, еще и освобождение второго ряда для ладьи тоже важно. Так, ну что, у ученых есть план а5, а4. Тоже чрезвычайно простой и, как мне кажется, действенный. Теперь в случае а5 нет хода конь а2, потому что вот в этом-то случае как раз... Стоп. Я хотел сказать, что на ферз b2 висит ладья на d1, а что на короля 1? Все-таки знаете, это ладья. Ну, давайте продолжим. d5, идея, знаете, какая? Слон c5, слон d4. Ну, правда, в ферз d3 какой-то ход есть. Я вот вижу, что, может быть, чуть-чуть не хватает черного потенциала. Нет, Ян идет совершенно другой дорогой. Он играет ладья d4. Не знаю, мне кажется, что ход а5 все-таки заслужил внимания. Там на коне а2 ладья d4 тоже можно было сыграть. А пешка-то на а4 все-таки последовал бы. Мне ход а5 как-то, знаете, по-сицилиански больше нравился, потому что создавал еще новый ресурс для атаки. Итак, ладья пошла на d4. Ферз e1. Ну, такой грамотный отход. Ну что, Ян, когда чернопольного-то? Браво, браво, молодец. Ну, ясно, что Ян об этом думал все время, и вот он нашел именно такой способ активизировать чернопольного слона. Теперь этот слон идет на b4. Положение белых представляется мне очень-очень опасным. Хотя, конечно, может быть, размены в центре позволят каким-то образом подсушить позицию и ослабить вот этот нажим черных. Ну, не знаю, допустим, конь бьет d5. Просто сразу. Чтобы этого коня никто не связал ходом слон b4. Ну, самое напрашивающееся продолжение. Ну, а там дальше видно будет. Взяли, взяли. Ну, правда, все равно слон b4. Играть в c3 нельзя, из-за слон бьет c3. Ну, а черный слон направляется на c3, ферз на а5 и ферз и один мат. Неплохой планчик. Неплохой планчик. Подумал наш друг Янчик. Ну, да. Непростые задачи. Ладья бьет d4. Другой путь находит и анант, и конь a4. Любопытственно. Любопытственно. А если ферзь c6 с идеей взять, ферзь бьет a4, тогда у белых есть идея взять на d5, и там слон на e7 подвисает. Но, тем не менее, конь на краю доски. Сами понимаете, какие слова я могу сказать в его адрес. Мне кажется, что ученых должны найтись. Найти. Найтись. А Ян должен найти. Пути развития инициативы. Ферзь c7. Тоже хороший ход. На h2 нападаем. На h2 нападаем. И потом просто можем пробить на e4. Можем сыграть слон b4. Но по виду ученых должна быть решающая атака. Ферзь c7. Тоже отличный ход. Вот мне тут принесли этот ход из-за границы. Так. Ну да. Напасть на ладью издалека это вообще очень полезно. В блице соперник может зевнуть. Ну, похоже, что у Яна должна быть здесь решающая. Решающая инициатива. Но так как отступлений много. Вот он, кстати, ферзь c7 так и сыграл. Но Ананта никогда не зевает такие ладьи. Е5 играет. Е5, ну, перекрывает дорожку. И слон пошел на b4. Правильно. Правильно. Туда его. И надо заводить. Ну, если ферзь ушел, можно на e5 просто взять. Ферзь e2 просто выглядит неказисто. Там даже ладья e8 можно сыграть. А может быть, можно продолжить матовую атаку другим образом. Ферзь e2. Ладья e8. Да, напали на пешку e5. Ну что, может быть, f4? Нет. Анант понимает, что сейчас идет игра не в пешке. И уничтожает ферзовый фланг. Теперь, если белые, простите, я все время белые называют черными. Если белые успевают поставить слонан d3, ладью на e2, то как-то, в общем, координация фигур будет. Как ни странно, вы не поверите, черные могут перейти в другому плану. Они могут отправиться ферзем на королевский фланг и там все съесть. То есть, ферзь e5... Ой, елки, ладья e2 там будет ход. Ну, я имел в виду, что черный ферз проникает на g3, съедает все пешки. Потом именно на королевском фланге черные побеждают. Но вот такое неприятное обстоятельство. Не хотелось бы менять ладьи. Вот, собственно, в чем печаль-то. Ферзь e5, ладья e2. Ну, не хочется просто размен на ладей. После чего белый король, видимо, уже будет вне опасности. А поддержать его в опасности, в общем-то, это дело благое. Поэтому я предлагаю ладья бьет e5. Ладья бьет e5, ну, как бы намекая на этот шаг на e1. Ну, и потом всему свое время, потом и ладью будем кушать. Хотя и в этом случае, наверное, белые могут вот так спокойненько сыграть. Ну, насчет спокойствия, правда, здесь спокойствие нам только снится. Там, правда, знаете, ферз c8, ферз f5. Я вот подумал, если мы ферзя нажитри отправим, то тогда ферз c8, ферз f5. Ничего не получается, да? А g6 играть нельзя, слон, конь на f6 подвисает. Ну, что сказать, гениально защищается Ананд. Делает все здорово, но прямого выигрыша за черных не видать. Не видать. Может быть, он и есть, но он скрыт в тумане компьютерной неизвестности. Тем временем тает время у непомнящего. У Ананда 5,5 минут. Вот каким образом великому индийцу удается играть так быстро на старости лет, это никто не понимает. Ну, собственно, он сам этого не понимает. Но у него просто так само получается. Просто некоторые ходы он делает рукой за пару секунд, в то время как все остальные шахматисты мира те же самые ходы делают примерно за минуту, которую у него за пару секунд. Вот я думаю, что, кстати, Ананда побил бы ладьей на e5 не за полторы минуты, как непомнящие, а примерно секунд за 5-10. Ну, вот, собственно, здесь какая-то разница. И может быть. Может быть, пешка вообще на h4? Ага, посмотрите, никакого размена на e2-то не последовало. Ян сыграл гораздо сильнее. Я просто думал, после размена ладьей пешку на h4 поставить. Ладья e3 мне ход очень нравится. Теперь в случае размена ладьей все-таки у черных образуется очень грозная проходная. А вот теперь подвисает тот самый фланг, о слабости которого я говорил. Смотрите, немало не смущаясь, просто Анант разменивается на e3. Видимо, верит в блокаду на поле e2. Не знаю, не знаю. Я бы не был столь уверен. Мне кажется, что положение у белых достаточно критическое. Тяжелое. g5, конь d7. Так, и ферзь a8, ферзь бьет d5. Ах, какой, ах, какой он. Анант. Анант – это само совершенство просто. Ну, смотрите, просто отогнал коня, пешку лишил защиты, и теперь эту пешку съедает. И пешка e3, что, неужели не скажет никакого веского слова? Конь f8. Ну что, надо брать на d5? Просто централизация совместно с материализмом, да? Ферз d5, потом слон еще на c4 выйдет. Что творится, друзья мои? Что творится? Вот, не знаю, может быть, нам как-то эту пешку продвигать дальше e2. Но тогда слон c4. Выясняется, что угроза белых просто старше. Потому что там под боем, на самом деле, находится его величество Черный Король. Как неприятно-то все это. На d5, правда, пока Анант не взял. Что-то его смущает. Вот интересно, что смущает. Вот по виду белые не просто вывернулись, не просто защитились. По-моему, белые просто перехватывают инициативу с лишней пешкой. Ферз на d5, слон на c4. В общем, не видно ни горя, ни печали. Да, взял на d5. Ну, я думаю, что из уважения к Яну Непомнящему, Анант все-таки немножко подумал. Мол, что тут соперник преподнес, что он припас на это продолжение. А может быть и ничего. Пока не видно. Пока не видно. И вот слабость пункта f7. Это главная неприятность позиции Черных. Что они пока не могут заниматься активными делами. Именно из-за того, что у них есть заботы более важные. Ян, конечно, волнуется. У него осталась всего одна минута. Ферз е7. Ну, в какой-то степени угрожает ход е2. Ну, таким образом, Ян пытается заставить соперника поставить слона на пассивную позицию. Что, кстати говоря, совершенно не запрещено. По кодексу, да и с позиционной точки зрения, можно пока поставить слона на е2, укрепить пешки. Может быть, коня каким-то образом выдвинуть. А сыграно ферз е4. Да, вы знаете, Анант находит еще и способ разменять ферзей. Так, ну, может быть, здесь у нас будут шансы на соскок. Сейчас конь е6, конь е4. Кстати, может быть, даже и на нечто большее. Я вот не уверен. Я не уверен, что индийский маэстро сыграл правильно. Но давайте, жизнь сейчас проверит. Просто угроза пришествия коня на е4, мне кажется, довольно серьезна. Ну, c3 напали на слона. Ну, допустим, слон е7. Слон е7 напали на пешку, и конь все-таки идет на е4. Я, честно говоря, не понимаю, в чем радость белых. Вы знаете, Анант просто предложил ничью. Он, видимо, догадался, что сделал что-то не то. И вовремя успел предложить ничью. Давайте смотрим следующие партии. Так, Крамник Гельфанд у нас закончена битва? Нет? Продолжается. Как у нас играют отцы? Отцы небесные и... Так, ну, у Крамника, вы знаете, качества не хватает. Вот это да. Вот это да. Ну, оптимизм, конечно, Владимир Борисович сохраняет, но качества все-таки нет. Ну, пешку на а5 можно, конечно, загрызть. Тогда конь е3. Сдается мне, что эта позиция в пользу черных. Вы знаете, чрезвычайно неприятно проигрывать на глазах у всей родной семьи. Владимир великий шахматист, он привык побеждать, а тут, видите, как на него навалились. То не помню, что его обыгрывает. А сейчас старый друг соперник Борис Гельфин пытается обыграть. А сын-то смотрит на это. Ой, как не хочется. Ой, как не хочется. Вот сейчас я болею за Володю Крамника просто из отцовских соображений. Просто для того, чтобы его сын почувствовал гордость за своего папу. Конь е3. Так, опарин с Пелетье сыграли в ничью. Ну, конечно, жаль, жаль. Я надеялся, что Янников все-таки надо побеждать. Побеждать. Все-таки слабое звено в ряду соперников не удалось. Так, как же здесь держаться белым? Ну, наверное, пешку на а5 все-таки стоит отгрызть. Тогда, правда, конь d5. Ну, в общем, в принципе, черные без проблем блокируют белые фигуры. Ну, хотя бы пешкой обзавестись. Тоже должно быть неплохо. А еще у черных есть идея активизации одной из ладей. По вертикали d завести, например, на d2. Ладья d8, ладья d2. Вот. Но не бьет пока пешку на а5 Владимир Крамник. У него, кстати, чуть-чуть больше времени. Нет, все-таки побил. Но, вы знаете, надо было чуть-чуть быстрее все это делать. Ну, как-то не оставляет себе все-таки временного запаса g3. Но теперь очень опасно вскрывается первая, вторая горизонталь. И белый король, вот как только черные ладьи выскочат на воле, а они все-таки выскочат. Это там как-нибудь ладья d8, конь e3. Белый король станет главной слабостью. Хорошо, конь f6 может быть еще сильнее. Потому что последует конь e4 следующим ходом. А удара на g6 нет и за шах-шах и взятие на b2. Там, кстати, вилочка на e7 будет. Минуточку. Конь g6. Конь g6. Ну, шах ушел на f3, там все подвисает. А если сразу пошел сюда... Ну, хорошо, допустим, взяли-взяли. Так. Ну, вот выйдет... Если выйдет вторая ладья, то, собственно, крышка белому королю. Но, кстати, непонятно, как выйдет. Пока все поля под боем. Может быть, можно будет сыграть ладья b7, ладья b5. Не знаю. Хорошо. Конь g6 надо считать. Но не сделал этот ход. Крамник. Ну, из интуитивных соображений. Просто подтянул коня к центру. Короля к центру. И черные наваливаются на пешку. c5. Слон d4 сыграно. Держимся пока. Ну, что, может быть, слон на e3, король на f3. Вот так культурно поставим все. Потом, может быть, g4 сыграем. Уменьшим пешечный потенциал. Ладья c7. Волнуется и Борис Гельфанд. Знаете, движения у него такие нервные, энергичные. Но, правда, очень логично. В данном случае он сыграл пешка на c5. Пешку на c5 съесть было бы здорово. Было бы здорово. Ну, что, может быть, пора на королевском фланге открывать какие-то новые очаги напряженности. Может быть, h4, h5. Может быть, g4. Трудно. Трудно Владимиру Крамнику. Трудно. Но просто позиция может оказаться внезапно проигранной. А почему, собственно, внезапно? Качество лишнее есть. Ну, и, в общем, все обстоятельства говорят за то, что эти две ладьи должны все-таки в итоге сказаться. 20 секунд у Крамника. Держись, Володя. h4. Вот он как раз h4, h5 хочет поставить. Ну, по-моему, можно просто брать. И на c5 брать, и на h5 тоже брать. Просто gh. Мне кажется, что все-таки материальные соображения здесь первичны. Так, ладья b5 сыграл Крамник. Ну, вот, не знаю. К пешке b7 каким-то образом прицеливается. Ну, и к тому же расширяет возможности ладьи. Конь e4. Ну, теперь что? h5 пора. Да, уже тут, как говорится, нет смысла уже держаться за какие-то материальные моменты. Надо развивать какую-то контр-игру. Иначе, иначе партия закончится совсем без борьбы. Ну, на g8 может быть конь f3 с идеей съесть на f5. Кстати, если черная ладья отлучится, тогда, наверное, b7 можно будет съесть. Вот, Владимир действует абсолютно правильно в практической ситуации. Здесь только активная контр-игра. Может белых хоть как-то поддержать на плаву. Меня очень беспокоит ход ладья c1. Честно говоря, ладья c1 с идеей ладья c2, по-моему, просто мотовала белого короля. Ладья c1 просто побеждала. Конь f3, но теперь тоже ход ладья c1 есть очень сильный. Да, ладья c1 так играет гельфинг. По-моему, партия-то заканчивается просто. Друзья мои, от ладья c2 с дальнейшими матами я просто не вижу защиты. Ай-яй-яй, Володя. Ай, как обидно. Как обидно, но, похоже, приходится сдаваться просто. 13-12 секунд, но где защита-то? Где защита? А нет защиты. Белый король в коробочке. Белый король. Может быть, король h3 и побежать вперед. Так, что тут сыграно-то у нас? Я даже не вижу. Конь g1. Ага, ладью нашу 1 не пускаем. Ну, какой-то последний такой трюк, знаете. Ну, давайте сейчас посмотрим. Можно даже без электронной доски. Ой, смотрите, побежал король вперед. Побежал король вперед. Без ладьи уже крамник играет. Ну что, может взять на b7? Володя, давай, давай, давай. Вот, может быть, какие-то шахи прощальные там по седьмому. И, может быть, король еще прибежит. Шах сюда. Так, король h6 и мат. Мат получился. Вы знаете, снова, снова проиграл. Ну, настолько расслабляет домашняя обстановка Владимира Крамника, что никак он не может собраться. Ну, жалко, жалко. Я думаю, что сейчас надо сделать перерыв. Кстати, он у нас будет. Друзья мои, сейчас у нас будет полчаса перерыва. Давайте я для начала скажу, как у нас закончились партии. Это остальные. Итак, Апалин Пелетье ничья. Накамура, Свидлер. Свидлер Накамура тоже ничья. Гельфанд одолел Крамника и непомнящий сыграл ничью с Анандом. Ну, я считаю, незавершенная партия. Но, так или иначе, Гельфанд немножко продвинулся наверх, а остальные шахматисты сохранили свои позиции. Ну, что сказать. Очень весело, очень живо, очень заводно играют соперники. Я думаю, что вам, уважаемые зрители, не скучно. Встречаемся через полчаса. А, даже точнее сказать, в 13.30 по Цуриху или по Москве. По местному, по Цурихскому стало быть 14.30 по Москве. Отдыхаем.